Всем привет! Добро пожаловать на канал Норникеля! В эфире еженедельный дайджест новостей компании. Сегодня вас ждут главные события прошедшей недели. Приятного просмотра! Фонд целевого капитала «Наш Норильск» провел второй всероссийский слет эндаументов. Главной темой мероприятия стали коммуникации и все, что с ними связано. Среди участников 50 руководителей и специалистов из 10 регионов России. За два дня вместе с экспертами они обсудили стратегии развития фонда целевого капитала, разобрали лучшие практики, успешные кейсы и новые тенденции. В прошлом году я говорил, что мы зарождали традицию, то сейчас могут с уверенностью сказать, что это такое полноценное большое сообщество, которое формируется вокруг этого мероприятия, которое в дальнейшем готовит друг другу помогать, перенять опыт не только там московских коллег, с кем я постоянно в контакте, но и представители других регионов, чтобы, соответственно, это была синергия. В завершении слета участники посетили производственные площадки Норникеля, отправились в джип-тур заповедник «Красные камни» и вживую увидели симбиоз промышленного кластера и дикой тундры. И все это в атмосфере полярного дня. А если вы хотите узнать больше о том, как прошло мероприятие, смотрите ролик на YouTube-канале, ссылка в описании. Норникель объявил предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Результаты показали разнонаправленную динамику. За счет мероприятий по повышению производственной эффективности и роста объемов добычи руд вырос выпуск меди. При этом выпуск остальных металлов незначительно снизился. С учетом всех реализуемых мероприятий Норникель подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год. А если вы хотите узнать больше об итогах первого полугодия, читайте полную версию пресс-релиза на сайте компании, ссылка в описании. Начало осени ознаменуется радостным мероприятием для всех театралов Норильска. Уже в сентябре на сцене Заполярного театра драмы пройдут первые события фестиваля театральные сезоны. В программе спектакль «Старший сын» с народным артистом России Игорем Костолевским в главной роли и моноспектакль актрисы Александры Урсуляк «Хорошие песни». Завершится фестиваль в декабре гастролями Московского театра «Сатирикон» имени Константина Аркадьевича Райкина. Норильчане смогут увидеть легенду российского театра сразу в двух ипостасях – актера и режиссера. Кстати, про совмещение этих двух ролей, театральное искусство и поездку в Норильск народный артист рассказал в новом выпуске «Норникельсторис интервью» на нашем YouTube-канале. Ссылка уже ждет вас в описании. Китайские партнеры примут участие в развитии колмозерского проекта на крупнейшем в России месторождении лития. Опытные специалисты из Пекина помогут полярному литию изучить свойства руды, разработать технологии обогащения и быстрее произвести литиевую продукцию. Считанные часы остаются до масштабного фестиваля искусства «Табуретка» в Мончегорске. Уже на этих выходных город Металлургов в восьмой раз станет настоящим центром творчества и соберет талантливых артистов, художников, писателей, жителей и гостей города. Подробнее об истории, происхождении необычного названия и целях мероприятия рассказала Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика» и руководитель фестиваля «Табуретка». Этот фестиваль уже появился на самом деле много лет назад. Начался он с того, что сначала был такой проект «Культурный след». Мы предлагали людям инициировать создание достопримечательностей в своих городах. То есть любой человек из любого региона России мог предложить какой-то арт-объект для своего города идею арт-объекта. И потом профессиональные художники этот арт-объект реализовывали. И этот проект проходил при поддержке Нурникеля. И один из первых таких проектов, идея, пришла идея из Мончегорска. Жители предложили, а точнее Оксана Китаева, предложила установить табуретку как первую сцену в жизни каждого человека. И она хотела, ну потому что рядом Лапландия, рядом живет Дед Мороз. Дед Мороз — это такой популяризатор чтения, потому что именно ему читают дети, стоя на табуретке. И мы поставили большую табуретку, такую трехметровую. И автор табуретки — Сергей Чернов. Табуретка стоит в парке. И когда она появилась, то табуретка сразу стала таким центром притяжения. Туда стали приходить люди, читать какие-то стихи. И казалось бы, что вот эту вот складывающуюся традицию хочется поддержать, и чтобы какое-то было регулярное событие около этой табуретки. И так появился фестиваль «Табуретка». И сначала он был литературным. Сначала люди просто приходили читать на табуретке. Ну и дальше здесь люди читают, здесь какие-то перформансы проходят, здесь какая-нибудь выставка. И фестиваль вот так вот разрастался, разрастался. И с фестиваля литературного превратился в фестиваль искусств. Потому что сейчас там уже и театр, и художники, и литература. И люди очень любят сами делать что-то своими руками. И в общем, это самые-самые разные виды искусств, которые на табуретке представлены. В программе фестиваля «Пленэр» мастер-класс по кузнечному мастерству, ярмарка местных промысловых мастеров, парад масок и литературные тренинги, а также множество других творческих активностей для северян всех возрастов. Очень приглашаю всей семьей в 11 утра 3 августа. Приезжайте в Менчегорск, проведите с нами этот день, он будет точно солнечным. И вот стоит потратить выходное на наш фестиваль. Приезжайте. Норильск Трансгаз ввел в эксплуатацию первую в Норильске газовую заправку. Станция позволит рационально использовать запасы природного газа, повысит надежность обеспечения топливом Норильского промышленного района и сократит расходы предприятий. На днях в Мурманске прошел уникальный баскетбольный турнир 3 на 3. Исключительным его сделала выбранная площадка. Спортсмены провели матч на палубе арктического контейнеровоза «Толнах». За звание лучших боролись четыре команды. Сборная Кольской ГМК, Мурманского транспортного филиала Норникеля, спортивных блогеров и журналистов, а также звезд баскетбола Антона Панкрашова, Евгения Воронова и Сергея Карасева. И очень круто то, что есть эта коллаборация с баскетболом. Я понимаю, насколько ребятам тяжело постоянно быть в работе, когда у тебя постоянно море разгрузки, перегрузки, выгрузки постоянно. И то есть хоть как-то разнообразить вот эту рутину. Ну и для нас тоже разнообразить баскетбольную рутину, наоборот, приехать посмотреть, что делают люди и какой-то огромный-огромный труд. Поэтому я думаю, что такая история очень крута. Уверенную победу в турнире одержала команда олимпийских призеров. Второе место заняла сборная Кольской ГМК. Бронза же досталась хозяевам площадки. Поздравляем спортсменов с достойным результатом. Кстати, для Мурманского транспортного филиала это не первый опыт проведения уникальных спортивных мероприятий. Зимой этого года здесь же состоялся хоккейный матч с участием легенды хоккея Александра Гуськова. В прошлых выпусках дайджеста мы рассказывали вам про активное использование нейросетей на всех производственных участках норникеля. Однако, вопросы о том, зачем компании искусственный интеллект и какие результаты можно достигнуть с его помощью, остаются до сих пор. В большом репортаже с крупнейшего в России форума по искусственному интеллекту, эксперты подробно разобрали все вопросы о внедрении новейших технологий в производство. Смотрите полный ролик на нашем YouTube-канале, ссылка в описании. В Заполярье подошел к концу пятый фестиваль «Северный ветер». Два дня на живописном берегу реки Шоу-Ни-Йоки в Никеле были наполнены спортом, творчеством и великолепным настроением. Гостей фестиваля ждали конкурсы от ведущего телеканала «Матч ТВ», мастер-классы по пляжному волейболу и баскетболу от известных спортсменок, челленджи и по традиции много-много сапсерфинга. Сейчас в России идет год семье, и наш фестиваль, мне кажется, в полной мере для семьи. У нас есть активности для детей, для подростков, для родителей. Каждый здесь найдет то, что ему по душе, может познакомиться со звездами, может принять участие в мастер-классах, чтобы научиться спокойно поплавать на сапа, заняться йогой. То, что объединяет семью, это совместный досуг, пожалуй, мы смогли воплотить как раз в нашем фестивале. Кстати, не обошлось и без мирового рекорда. Его установил победитель самых необычных соревнований по стоянию на одной ноге с закрытыми глазами. Уже с нетерпением ждем возвращения «Северного ветра» в следующем году. Хотите познакомиться с творчеством великих людей, которые приоткрыли нам тайны с северных территорий? Совместный проект Норникеля и Арзамас дает такую возможность. Идеей и вдохновением для этого проекта послужила серия выставок «Исследователь и художник искусства в экспедиции», посвященная культурному осмыслению Севера и экспедициям в Российскую Арктику за последние 400 лет. Пять аудиовыпусков об Арктике глазами художников, тест на знание предметов заполярного быта, а также статьи об Арктике, путешественниках и особенностях жизни на Севере – все это вы найдете на сайте спецпроекта «Искусство видеть Арктику». Слушайте, смотрите и вдохновляйтесь по ссылке в описании. Летние тренировочные сборы для детей сотрудников Норникеля по самым разным видам спорта – это уже традиция. Не стал исключением и этот год. Второй раз подряд площадкой для проведения лагеря стала деревня Универсиады в Казани. Именно там для 180 ребят из Норильска и Мурманской области организовали большой фестиваль спорта. Лучшие атлеты, олимпийские чемпионы, победители международных и всероссийских соревнований провели тренировки для юных спортсменов по хоккею, мини-футболу, плаванию, водному полу, фигурному катанию и лыжным гонкам. По завершении мастер-классов ребята получили возможность пообщаться со спортсменами, задать им интересующие вопросы и, конечно же, получить автограф и фото на память. Как организовать прибыльный сезонный бизнес в регионе с суровым климатом? Ответ на этот вопрос наверняка сможет дать Елена Дудченко, создательница туристического центра «Четыре ветра» в Норильске. Коренная норильчанка, мать четверых сыновей, предприниматель, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей северной столицы, поделилась в интервью своим опытом участие в программе «Мир новых возможностей» от Норникеля. Полную инструкцию по созданию стабильной и прибыльной работы в сфере туризма ищите в статье на сайте Норникеля, ссылка в описании. До встречи через неделю и хороших вам выходных!